Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Будет необходимости возить продукцию в Ижевск и Зеленодольск, где расположены ближайшие распределительные центры, а сразу поставлять ее в магазины на территории области и за ее пределами. Центр будет обслуживать более 400 магазинов розничной сети в Кировской, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях. Программа Экономика. Надзорные органы будут отчитываться перед бизнесом в открытой форме. Этот вопрос вынесен на повестку недели российского бизнеса, который проходит в Москве. Об этом рассказал президент ВТПП Николай Липатников. Идею публичной отчетности Липатников поддерживает. Еще одна больная тема для бизнеса – переход на контрольно-кассовую технику с 1 января этого года. Ожидания, что эта реформа пройдет легко и будет не накладна для бизнеса, не оправдываются, говорит Липатников. Многие предприниматели просто не в состоянии найти деньги, чтобы оплатить, например, свое участие в небольшой выставке. И, конечно, любые дополнительные расходы, которые накладываются в виде той же контрольно-кассовой техники, очень сильно бьют по карману, считает он. Существующая фискальная нагрузка на бизнес в виде различного рода пошлин, сборов и так далее сейчас достаточно велика, подчеркнул Липатников. Объявлен набор на курс «Начинающий предприниматель». Проект реализует Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. Как правило, на начальном этапе создания своего дела предприниматели не имеют достаточных финансовых ресурсов, чтобы нанять квалифицированных специалистов. Поэтому все возникающие вопросы им приходится решать самостоятельно, отмечают чиновники. Слушатели бесплатного курса получат навыки по моделированию бизнеса, знания по управлению и маркетингу, рекламе и продажам, налогообложению, финансов по работе с персоналом. По итогам обучения слушатели готовят бизнес-план для создания нового или развития существующего предприятия и защищать его перед аттестационной комиссией. Лучшие выпускники получат финансовую поддержку на реализацию своих бизнес-проектов. Это будут льготные займы до 500 тысяч рублей под низкую процентную ставку на срок до двух лет. И о валютах. Доллар сегодня 58.95, евро 62.74. Ольга Бализина, новости экономики в Кирове.